Вот известно, что в животном мире хотя бы такая, значит, вещь, как размножение. Вот обычно СМ требуется два СМ животных. Редко у нас встречаются однополые, значит, животные, вот и даже животные, размножающиеся делением, такие как одноклеточные, время от времени им, значит, требуются встречаться и обмениваться генетическим, значит, материалом. Уже одно это, значит, создаёт необходимость тяготения особей одного вида друг к другу. Но, значит, чем, естественно, более самсложно устроен организм, тем вот эта вот самая, значит, потребность размножения, значит, возле не исчерпывает вот их и социальных функций, им, значит, требуется общение само и по себе. В этом, значит, плане, биологии, но также, как, наверное, в математике тоже есть, это, там, свои вот аксиомы, вот, которые вот еще, значит, до конца логически вот не разложены, глубоко не изучены. Вот известно, что у птиц существует, это, там, стремление особей вот одного и того же вида друг к другу. Причем это проявляется, вот, не только в стайный, значит, период жизни, но и, значит, во время, это, там, сезона наездования, вне зависимости от того, эта птица гнездится колониями, вот, или вот одиночной, или каким-то другим образом, про который я буду говорить, птицы прекрасненько опознают особей именно и своего вида, вот, и у них, значит, существует такое самое истремление, которое можно признать, как аксиому. Ну, а дальше, значит, собственно, социальное поведение состоит в том, что, значит, у разных видов птиц, в разных ситуациях, в разных условиях, это, значит, социальное поведение проявляется, значит, по-разному, соответственно. Ну, значит, существуют, вот, какие вот основные типы, вот, скажем так, это называется пространственно, это логическая самструктура, значит, популяций. Имеется в виду, вот, как птицы распределяются и как, вот, устроены между ними и поведенческие, сам, связи, значит, в разные, значит, периоды гнездового цикла. Про, значит, зимний эсэмстайный период я, пожалуй, больше говорить эсэм особо не буду, вот, потому что там это все дело, значит, представляется эсэм проще, а вот именно, значит, становится на самом интересном для орнитологов, значит, периоде, это гнездовой эсэм, значит, период. Значит, имеются различные, вот, типы социальных эсэм структур, вот, хорошо, значит, известная вещь, как ток, это когда у нас имеется сборище эсэм самцов, вот, обычно, вот, иногда эсэм самок у некоторых видах, вот, значит, такуют эсэм самки, а самцы, значит, прилетают на ток, это, значит, самки, значит, дерутся между собой и конкурируют за внимание самцов, это бывает редко, это вот у плавунчиков, у якан, а так у большинства, значит, птиц и самцы образуют тока, где, значит, у каждого самца имеется своя собственная, значит, территория, вот, которую он, значит, защищает от других, вот, значит, защищает, то он эсэм защищает, но, значит, этот другой, вот, обязательно эсэм соседом должен быть, потому что, если вдруг вот такующий самец оказывается один, он это место покидает, значит, ему это дело, как бы, становится неинтересно, у него есть социальная потребность, он прилетает там, где образовался, значит, ток, где есть несколько эсэм самцов, значит, пусть там у нас, значит, появляется эсэм сложность, и нужно территорию отстаивать, но зато вот тут кто-то есть, значит, рядом, ну и, соответственно, места эсэм скопления вот этих вот самых самцов тока привлекают эсэм самок, вот, которые, значит, вот, наблюдая эсэм за самцами по общеизвестным, в общем, значит, причинам, значит, пытаются выбрать лучшего, значит, для себя, вот, опять же, вот тут, значит, я имею в виду, что не обязательно, значит, вообще лучше, потому что самки разные имеют разные предпочтения, как, скажем, вот на таках эсэм тарухтанов одни самки предпочитают с белыми воротничками самцов, другие с более темными, вот, тем не менее, значит, они, значит, выбирают под себе сам самца для короткой, для токовых птиц, сам супружек и связи, дальше самки вот отлетают, и уже у них становится другая сам задача скрыть и свое, значит, гнездо, вот, от хищников, вот, или, значит, соответственно, и, значит, они поэтому рассредотачиваются, но, опять же, что они рассредотачиваются, но очень часто, в общем, соседние самки, значит, знают друг друга, знают о наличии друг друга, и таким образом, вот, то, что называется популяция или сообщество птиц, как бы, значит, поддерживают свою самосистему и связи. Теперь, значит, дальше, если у нас, у этого тока, значит, территории немножко, вот, у самцов увеличить, и самка у нас остается на, погнездиться на территории самца, образуется вот то, что вот у большинства птиц мы имеем, моногамные пары, вот, то есть, значит, каждый, каждый, вот, самец, вот, или пара уже, значит, защищает свою территорию, на которой, значит, обычно, самцов собирает корм, вот, выводит птенцов, находит там укромное место, и, опять же, значит, обязательно должны быть какие-то самые, значит, самососеди. Вот давно известно, что многие певчие птицы поют, вот эти вот самцы не только привлекают самцов к себе, но и фактически это, значит, сигнал другим самцам, что вот в этом лесу, вот, есть, значит, пригодные места для гнездования, кто-то тут уже поселился, а раз он поселился здесь, значит, и я могу поселиться где-то поблизости и, значит, тоже, значит, завести свою семью, вот. И вот эта вот самая, значит, моногамная пара, как бы, вот, эволюционно, вот, служит основой для, можно сказать, других двух больших линий социальных и самых структур. Одна, значит, из них, это вот так называемое, значит, коммунальное гнездование. Оно плохо, то есть мало представлено в Евразии, значит, довольно много в Африке и, значит, в Америке. Это когда у нас на территории гнездящейся пары выведшиеся птенцы никуда вот не улетают, а становятся помощниками, значит, помогая данной паре выращивать, значит, птенцов, вот, последующих выводков. Ну, хороший пример, значит, рогатые, значит, твороны в Африке. Вот, коммунальные системы могут быть и другого рода, типа, вот, некоторые, вот, кукушки, несколько, значит, самок объединяются, строят одно, значит, гнездо, вот, откладывают общую, значит, кладку, вот, при этом, значит, дело там, в общем, далеко от идиллии бывает, что каждая, вот, новая, значит, самка какие-то яйца предыдущих самок разобьет, отложит это свои, и дальше вот эти несколько, значит, самок начинают насиживать общую кладку и потом вместе выкармливают это сам птенцов. Такие коммунальные самосистемы гнездования, значит, возникают обычно в тех местах, где, а, значит, вот, нет необходимости птицам, значит, мигрировать, то есть это вот в тех районах, где нет, это, сам, суровых зим, и в тех, значит, места, где бывает довольно много, значит, корма, но мало места для того, чтобы гнездились все птицы или там, значит, все молодые, когда, вот, вырастут, и тогда, значит, они некоторое время, вот, ходят в таких, вот, этапомощниках, соответственно, помогают, вот, своим родителям, когда освобождается место, вот эти птицы могут затем завести, сам, свою, сам семью, и дальше, значит, своих помощников, и дальше, значит, жизнь продолжается в этом же, значит, духе. Ну, гораздо чаще, и, причем, значит, как раз, значит, в умеренных местах, это происходит, то есть эти вот самые, вот, одиночные территориальные гнездования, оно служит основой для колониального гнездования. Если у нас есть возможность добывать корм не на своем участке, а где-то, вот, далеко, то, значит, у птиц, значит, соответственно, увеличивается способность к полету, вот, участок, вот, уменьшается, птица начинает ездиться колониями, вот, и занимать вот такие места, которые, в общем, малодоступны, ну или вовсе недоступны для хищников, а таких мест, это, сам, немного, вот, там, значит, больших, сам территорий не образуешь, и птицы, значит, набиваются в них довольно, это, сам, плотно, это довольно, вот, наверное, многим известны чайковые птицы, многие морские птицы, вот, эти, значит, веслоногие, олуши, например, вот, бакланы, вот, которые на маленьких островках, вот, поскольку места мало, а пищи вокруг в море много, образуют колонии, где территория, значит, минимальна, имеется свое собственное, значит, гнездо, вот, которое птицы, вот, охраняют и выводят в нем сам своих птенцов, вот, ну и, соответственно, жизнь в колонии накладывает, вот, и свой отпечаток на взаимоотношения птиц, вот, значит, очевидная вещь, что если ты гнездишься в большом и самосообществе и вокруг, вот, тебя, вот, много твоих и самососедей, ты не можешь быть настолько агрессивным, как ты, вот, обычно бываешь, если у тебя большая, значит, территория, и ты оттуда всех своих и самососедей до границ их участков изгоняешь, и, соответственно, значит, в колониях появляется такое, значит, явление, как терпимость, значит, к присутствию других птиц, и даже на основе этой, значит, терпимости могут развиваться некоторые, значит, социальные, вот, отношения, например, скажем так, более активные, более наглые птицы могут с большей вероятностью, это, сам, зайти на территории, самососедей, вот, если сосед более миролюбив, то, значит, получается более терпим, вот, он, значит, допускает, вот, и образуются такие, значит, своеобразные доминантные отношения на территориальной, значит, основе, но я не говорил про, значит, про доминантные отношения, значит, в стаях, где вот одни птицы, значит, подавляют других и пользуются большим правом брать, значит, корм, тут, вот, значит, совсем несколько, значит, появляются в другие, в другого типа, значит, доминантные отношения, и, значит, естественно, жизнь в колониях делает птиц как бы несколько более защищенным. Птицы могут некоторые виды оставлять на какое-то время, если свое гнездо полностью без присмотра, поскольку хищников нет. А соседи тут вокруг образуют плотный защитный строй от каких-нибудь других совсем чужих птиц, то это получается еще дополнительное преимущество колониальной жизни именно такое. Социальная жизнь птицам необходима в любой их из перечисленных форм. Они существуют во многих поясах, во многих климатических логиях и вне зависимости от субстрата, на котором птицы гнездятся, колонии есть и в жарких странах, и в умеренных. Еще хотел бы сказать, что если у нас пищи вокруг много и не требуется много времени для ее добывания, то в колониях нет или птиц образуется, скажем так, дополнительная самосоциальная жизнь. Птицы улетают в сторону от своих гнезд на особые общественные места, где у них образуется подобие временных, но абсолютно не являющихся необходимым для размножения, типа таких вот таков. Это наблюдается, скажем, у тихоокеанских чистиковых, многих типов, большие конюги, малые конюги, у атлантических люрики, северные птицы, когда корм вокруг много, вот, и собственно говоря, кормить птенцов легко. И вот, собственно говоря, вот такие самосоциальные системы, вот они дают возможность птицам при наличии корма даже вот просто развивать своё социальное поведение, вроде бы, без какой-либо необходимости. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова